Окей, итак, мы сегодня рисуем иллюстрацию. Посмотрите, вот эта иллюстрация, которую мы рисуем, illustration, да? У меня основной вопрос, кто, когда я спрашиваю, поднимает руку, да? Так как у нас сегодня гость, я рассказываю еще раз правила. Итак, какое основное правило иллюстрации? Тш-ш-ш, к бабушке, зайка, к бабушке, к бабушке. Пожалуйста, я тебя прошу. Еще раз, какое основное правило иллюстрации? Поднимите ручку, кто знает. Illustration, what is the main rule? What is important for illustration? Что и важно для иллюстрации? Что вообще такое иллюстрация? Кто знает? Давай, Сара, unmute себя. Иллюстрация – это когда человек рассказывает истории или свои картинки придумает. Супер, да, и выражает их на картине, да, на бумаге. Отлично. Что важно для иллюстрации, чтобы это было похоже на иллюстрацию, красивую, дорогую иллюстрацию? Ну, можно просто нарисовать хомяка, ну и все, вот иллюстрация, почему нет? Или что-то важно? Давайте я вам напомню. Важны детали, помните? Очень много деталей. Итак, посмотрите, тут и ягодки у него, и чайничек, и цветочки у него, и у него тут желуди, и посмотрите, какой красивый у него пледик, и в горошек с заплаточкой подушечка, да, то есть в иллюстрации важны детали, огромное количество деталей. Именно это и важно в иллюстрации. Это то, что мы с вами передавали. Итак, те, кто уже сделал вот эту работу, то есть ту, которую мы рисовали, я вас сейчас попрошу добавить все эти детали. Итак, посмотрите, у меня есть круглый орешек, у меня есть ягодки, у меня есть листочки, которые здесь лежат, у меня есть соломка, у меня есть лист большой, у меня есть лист маленький. Пожалуйста, добавьте таким образом, чтобы достаточно плотно было все закрыто, да, и как добавите, покажите мне, то есть кто рисовал, вы знаете принцип, то есть нужно добавить все листочки. Кто не рисовал, отделяет лист пополам, ну не пополам, чтобы квадрат получился. Вот такой квадрат, квадрат, да, просто repeat after me. Да, Сарочка, ближе показывай, ближе, Сара, ближе, ближе. Да, замечательно, здесь хорошо. Сара, у тебя есть вот здесь вот большие листья, хочется, чтобы ты добавить, посмотри, у меня есть большой вот здесь лист, да, то есть где-то снизу большие листья, вот здесь у тебя красивый большой лист, добавь здесь или тут край большого листа, большие, именно большие, чтобы не мелкие такие были, а два-три больших листа, окей? Никит у тебя тоже Давай посмотрим, чтобы не было свободного пространства Остальные отделяем Итак, первое, что мы рисуем Мы будем рисовать схематично Мы рисуем голову, круглую Тело И две ножки Вот таким образом, как я рисую Вот точно таким образом, как я рисую То есть мы делаем это быстро, схематично В иллюстрации самое главное Детали, а не то В каком стиле вы рисуете Стиль у каждого будет другой Итак, для Сони, Сары и Лизы Я прошу добавить большие листья Также Аня и Никита Я хочу увидеть большие листья Очень большие листья Посмотрите, у меня здесь есть большой лист Есть маленькие листья, чтобы была динамика Были детали Вот здесь большой лист Смотрим, Сарочка Вот, Сара, видишь? А добавила большой лист Сразу интереснее работа смотрится Очень, очень хорошо Да Точно так же уголок здесь добавь Листика Вот здесь, видишь, у меня большой лист Не пропусти Никита тоже Обязательно Я вижу у тебя пустые Есть свободные места Обязательно крупные листья добавь Кто сделал Мия и Алиса Обязательно покажите мне Как вы сделали человечка Такой человечек И обязательно поднимите Покажите То есть мы поднимаем Для того, чтобы я посмотрела Как это выглядит Да, Миячка Чуть-чуть вбок Чуть-чуть вбок Да, отлично Очень хорошо Очень хорошо Очень, Мия, хорошо И мы будем делать здесь Вот такое покрывалка Квадрат Мы рисуем квадрат Квадрат Покрывалка, квадрат Так, смотрим Сара Листик Вижу Видишь, да, Сара Сразу, как интереснее Работа стала Что, Никит? Почему мы это опять рисуем? Мы рисуем вот эту работу Потому что у нас Несколько учеников Которых нету этой работы И они присутствуют Поэтому мы им помогаем Это не для тебя Это для них Тебе Покажи мне работу Мы добавляем Видишь, у меня две картинки Одна для тех, кто нарисовал А другая для тех, кто не нарисовал Я знаю, что это немножко странно Первый раз такое Ну вот, вот так Итак, Никит Я хочу посмотреть твою работу Которую ты нарисовал Мы с нуля Ты с нуля не рисуешь Еще раз Когда вы что-то сделали Вы поднимаете И показываете Точно так же, Алиса Тебе нужно поднять работу И показать мне, да То есть какой-то шаг есть Показать Смотрим, Никита Вот, большой лист Ниже, Никита Сейчас, секундочку Сейчас, Алисочка Сейчас, Никита Да, Никита Обрати внимание У тебя достаточно пусто Здесь и соломку Добавь соломку По всему кругу Видишь, он лежит на соломке Обязательно добавь соломку А, отлично Я вижу У тебя просто не сильно надавлено Очень хорошо Итак, да Алиса, хорошо Алиса, умничка Сильно так не давите То есть старайся, Алиса, мягче Да, так сильно не давить Очень хорошо Итак, для Алисы и Мея Мы рисуем хомяка Опять круг Прямоугольник Прямоугольник Ну, или трапеция Мы это называем И две ручки И два кружочка То есть мы все рисуем схемой Это всегда, как мы начинаем Мы рисуем схемой Для тех, кто полностью закончил Мы переходим в цвет Для тех, кто полностью закончил Мы переходим в цвет Итак, мы начинаем всегда с фона Background Помните? Мы начинаем всегда background Да Поэтому я беру несколько оттенков коричневого Я беру коричневый Я беру оранжевый И я беру Ну, такой светло-оранжевый Светло-коричневый Три цвета минимум Запомним Если мы что-то рисуем То три оттенка одного цвета Это минимальный набор Который нам нужен Да Можно больше, но меньше нельзя Можно больше, но меньше нельзя Минимум коричневый Рыжий И оранжевый Смотрим Сара, есть вот этот потемнее Вот этот потемнее Два очень хороших А один потемнее Кто нашел, обязательно покажите мне Кто нашел, обязательно мне покажите Да, вот Вот этот оставляй Так Сонечка Все, все нужно Все три Я хочу три увидеть Все три Вот, Никита идеально подобрал Никита отлично Прямо сразу Прямо по тону Угадал И Анечка тоже Сразу тон в тон попала Ну, прям отлично Да, вот Очень хорошо Очень хорошо Соня Я Ализа Завижу подобрала Под Под, посмотрите Под Контур Под нашей соломкой Вот так вот Остро Я добавляю контур Мия и Алиса Нужно будет подождать Простите Ну, да То есть мы потому что продолжаем Уж Извините Также Контур Контур Посмотрите Контур Вот этой дверки Потому что Это у нас Свет Контур Этой дверки Потому что Это у нас Свет Контур Двери И везде Вокруг Соломки Я тонирую Полностью Полностью В тон Делаю Полностью Полностью В тон как бы вокруг соломки обхожу, да, вокруг соломки. Итак, Мия и Алиса, вы нарисовали базу, теперь нам необходимо сделать больше деталей. Мы делаем носик остренький, носик, носик, такой, пим-пим-пим-пим, и глазик, и глазик, ротик улыбается, и носик сюда. Так, очень хорошо, Никита молодец, Никита сразу прям словил, прям молодец, отлично, да. Я у Анечки не видела, хочу посмотреть у Ани. И Никит растушевываем, то есть у нас тень под соломой, и немножечко ее растушевываем вниз. Равномерно, помните, да, мы не хотим каля-маля сильно видеть, мы хотим, чтобы был тон. Под соломой остро, а потом мы тонируем, именно такая тонировочка легкая, вокруг наших красивых предметов, тоже вокруг листика у нас обязательно тонировочка есть снизу, да, посмотрите, вот так вот. Анечка, молодец, да, теперь растушевывай, растушевывай, делай мягче, мягче, очень хорошо сделала тень, а теперь ее, как бы, растушевывай, и бэкграунд, бэкграунд, весь бэкграунд, то есть землю, посмотрите, видите, земля, она такая коричневенькая, да, но при этом сильно мы не давим. Именно тонировка, помните, мы проходили тон, да, не каляки-маляки, а именно тонировочка, именно тонировочка. Наша задача затонировать всю землю, но сильно не давим. Если вы будете сильно давить, оранжевый у нас не получится добавить. Мия и Алиса. Получилась мордашка? Если получилось, обязательно покажите мне. Мия, какой милый, какой милый барсук, барсук какой милый. Алиса, Алиса ближе, Алиса ближе, ближе ко мне, да, 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 ближе, еще ближе, еще ближе, еще тоже какой милый. Отлично. Сильно, Алиса, не дави, старайся сильно не давить, окей? Вот так вот, два ушка мы добавляем, два ушка, обязательно узорчик, у него вот тут вот узорчик, вот тут узорчик, и толстая шея, да, то есть мы утолщаем шею, делаем толще. Никита, молодец. Шею делаем толще, но ровно до одеяла, внутрь нам не нужно. Никит, продолжай землю заполнять, полностью землю заполнять, background, то есть мы должны плотно-плотно заполнить background, обязательно обводя контур каждого предмета. Посмотрите, я очень аккуратно заполняю background, обводя контур каждого предмета, да, каждый предмет, который я, которому я приближаюсь, тренировка, я background обвожу посильнее, немножко посильнее, да, таким образом, полностью делая землю, где спят наши борсту, как это получается, я отправляла вам мультик, это хомяк и суслик, на самом деле, суслик, хомяк и суслик, мы полностью-полностью тонируем землю. А как называется? Раз горох, два горох называется мультик. Попросите, я отправила ватсап родителям, посмотрите, это очень веселый мультик, и там прекрасная иллюстрация мультика, просто великолепная, очень хорошая, качественная иллюстрация. Итак, мы тонируем полностью всю землю, но таким образом, чтобы штрих не сильно было видно, да, то есть достаточно плавная тонировка всей земли. Итак, для Алисы и для Мей, Сарой, у тебя пропала камера, я делаю ножки толстые, да, Сарочка, у тебя пропала камера, я делаю ножки толстые, посмотрите, на палочки я как бы одеваю мяско, да, на те палочки, которые мы нарисовали, я как бы одеваю мяско, да, вот оно толстенькое становится, это для девочек, у кого не было. И точно так же я делаю для лапок, я как бы их утолщаю, да, утолщаю, и все, что внутри, посмотрите, внутри нашего одеялка, я стираю, нам это больше не нужно, ровно до одеялка я стираю, поэтому мы сильно не давим, помните, да, мы сильно не давим, потому что мы должны иметь возможность это стереть очень легко. Итак, вот наш суслик, который вытянулся, вот так вытянулся. Пожалуйста, до этого момента Мия и Алиса нарисуйте. Я вижу, что у Алисы поднятая рука, вопрос есть, да, у Алисы? Давайте. А можно где-нибудь найти такой рисунок, чтобы мы тоже смотрели на его. О, да, конечно. Ссылка есть какая-нибудь, окей, хорошо, спасибо. Да, и так, все остальные мы тонируем, тонируем, и посмотрите, все, что у меня есть, контур я обвожу, посмотрите, барсук, лапки, я обвожу контур, оп, нет, sorry, барсук, лапки мы вылезли немножко, мы, там, там все-таки у нас будет сено, вокруг сено обвожу, вокруг каждого листочка, каждый листочек, каждый. Давайте смотрим, Сара, ты подня, а, у тебя это стул, смотри, такое белое пятно, думала, подняла работу. У меня есть листья дуба, посмотрите, видите, какие рифленые, да, листья дуба. Обратите внимание, что вот это окно, видите, окно, в нем мы никакой контур не обводим, потому что это свет, а снаружи светло, снаружи светло, то есть вот там вот снаружи, вот эта внутренняя часть, где у нас красивый бобер, красивый хомяк, я его всего хомяка обвожу, вот так вот неровный, он у нас пушистый, да, пушистый, хомяка всего обвожу. Виколь, ну пожалуйста, ну подожди, у меня сейчас урок, малыш, ну что такое? Вика, Вика, пожалуйста, я тебя прошу, иди бабушку, вы прости, она тебя включит. Вика, Вика, Вика. Кто начал бэкграунд, пожалуйста, покажите, давайте посмотрим, потому что я хочу быть уверена, что когда вы тонируете бэкграунд, мы не сильно видим, о, да, отлично, очень-очень хорошо, Сонечка очень хорошо, очень хорошо, прям отлично, видишь, когда земля отлично смотрится, давайте посмотрим Сара, Аня, Лиза. Сара, could you show, you started the background, ты начала бэкграунд? Так, чуть-чуть посерединке, сейчас, секундочку, да, я вижу, смотри, ты начала тонировать очень хорошо, старайся легче, то есть так сильно не дави, растушевывай легче, Анечка, да, хорошо, то есть не дави так сильно, почему, это очень достаточно прозрачный цвет, потому что, когда мы будем размывать водой, он будет насыщенней. Сара, окей? То есть старайся более мягкое нажатие, чтобы было, окей, Сара? Да, да, а бабушка с другой девочкой. С какой другой девочкой? Саразин, танцами. У меня с кем поиграть. У меня с кем поиграть? Нет. Вик, ну у меня урок, Вик, я тебя прошу, передай, чтобы мама просила поиграть с тобой. Сар, получается более нежно нажимать? Давай вместе, возьми какой-то кусочек, уголок и вот так затонируй его, и покажи мне, или просто на свободном месте сделай тон вот таким образом, и покажи мне, чтобы мы были уверены, что тон получается. Сар, именно такой тон, да, не сильно давишь, посмотри, вот это я сильно давлю, видишь, как сильное нажатие, видишь разницу в тоне? Это сильно, это слабо. Ты просто, когда тонируешь, легенько, не нажимай очень сильно. Да, Анют? Зачем нам тут линия внизу? Вот эта линия? Мы это просто обрежем для того, чтобы наша иллюстрация была ближе к квадрату. Ближе к квадрату, это будет смотреться интереснее, чем вытянутая иллюстрация, то есть она у нас в оригинале в квадрате, это будет смотреться интереснее. Как дела идут у Алисы и Мии? Давайте посмотрим. Покажете, как у вас получается? Алиса, Мия. Так. Отлично, очень хорошо, отлично, замечательно. Алиса, хорошо. Можно у подушечки делать шарики, я имею ввиду пятнышки. Мия ближе, Мия ближе, покажи мне ближе. Еще ближе, еще Миячка ближе, 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 ближе. Отлично, замечательно. Мия, можешь делать диагональ, вот такую диагональ. Это узор нашего красивого одеяла. Помнишь, да, иллюстрация о деталях? Иллюстрация, это когда детали. И подушечку добавляем. В подушечки обязательно, как солнышко, добавляем лучики. И точечки, и точечки. Круглые точечки. Нашего красивого хомяка обводим контур. Контур хомяка обводим. Делаем лапки толстыми. И дверку, в которую он вышел. И дверку, в которую он зашел. Все, нам останутся только добавить соломку и листики. То есть, очень схематично, очень схематично мы изображаем. Потому что, эта иллюстрация, нам можно изображать это схематично. Можно. Я смотрю, Никита очень хорошо справляется. Очень хорошо справляется, Никита. Прям отлично. Уже практически весь тон. И я смотрю, уже хомяка начали тонировать. Замечательно. У вас может вот здесь устать рука, что хорошо. То есть, это очень хорошо. Ой, замечательно, да. Соня, вообще красота. Соня, можешь переходить к хомяку? Он имеет тоже. Ну, можно таким немножко тем же коричневым, а потом сверху сереньким сделать. То есть, мы сейчас тени обозначаем. Я сейчас точилочку возьму. Секундочку, я точилку возьму. Итак. Я точу. Не забываем точить. Если вдруг что-то, да, что-то нужно поточить. Значит, для Сони. Соня, вы можете уже тонировать хомяка. Это можно делать черным цветом. Но старайтесь тоже сильно не давить. Сар, у тебя пропала камера. Я не вижу тебя, Сарочка. Мне нужно посмотреть. Хочу тебя увидеть. Как работа идет. Итак. Я тонирую хомяка. Я взяла черный цвет, но я сильно не давлю. Опять же, да, мы делаем серый такой оттенок. Тогда, когда мы будем именно в краску это превращать, водой это размывать, это будет гораздо ярче. Да, Анют, какой вопрос? Что еще раз? Конечно. И потом возвращайся. Соня, Сара, как получается делать тон мягче? Посмотри, я когда тонирую, видишь, я даже не давлю. У меня нету, видишь, у меня нету нажатия. То есть я не давлю. Я как бы трогаю лист, да, трогаю. Но именно такого сильного давления нету. Итак, Сара и Мия, вам необходимо сделать хомячка, обвести контур, то есть как бы мясо сделать ему, да, как бы сделать мясо. Маме нужно помогать обязательно, потому что все-таки вы начали, получается, прям с нуля. Я знаю, что это сложно. Когда мы не поэтапно идем, а прям вот нужно нагонять. Никита очень хорошо, вижу же, background практически весь. Я хочу посмотреть Лиза, Аня и Мия. Лиза, Аня, Мия. Could you show me your work? Окей. Анечка, хорошо, да, отлично, да. Ань, не забывай, что фрейминг, помнишь этот эффект, что вокруг, вокруг коричневое обязательно должно быть, да? То есть именно вокруг, когда ты тонируешь внутри, контур обязательно тоже должен быть коричневым. Ой, Мия, умничка. Мия, добавляй теперь, теперь добавляй листики. Листик, например, раз сюда, Мия, листик. Потом здесь орешек. А здесь ягодки. И так далее. То есть тебе нужно всю эту среду, я сейчас покажу, как это выглядит, вот здесь, вот, да, вот, посмотри, рядышком, населить именно запасами, да, это очень запасливые животные, листиками и ягодками. Лиза, вообще супер, очень хорошо, Лиза, прям очень хорошо. Сонечка, я видела, у тебя очень-очень хороший контур. Соня, я у тебя видела, прям отлично. Я смотрю, что Никита уже подходит к завершению. Итак, обратите внимание, что у нашего бэкграунта должен быть коричневый контур. Что это значит? Проверьте себя. Я иду, контур везде должен быть коричневый. Это называется фрейминг. Помните, да? Итак, я иду по контуру, по контуру, по контуру, по контуру, иду, чтобы везде все было коричневое. Посмотрите, именно вокруг. Проверьте, везде ли контур коричневый или не везде. Проверьте себя. Лиза, Аня, Никита, Сара и Соня проверяют себя. Сара, давай посмотрим, как у тебя идут дела. Покажешь? Сара, could you show your work? Up your work. Я еще не закончила. It's ok, ничего страшного. Давай промежуточно посмотрим. То есть очень важно смотреть, чтобы я тебе, если что, вела тебя, подсказывала. И чуть-чуть посерединке. Чуть-чуть посерединке. В другую сторону. В другую, в другую, выше. Да. Так, отлично. Очень хорошая тень. Там, где у тебя личико, посерединке экрана. В смысле, твое лицо. Я твое лицо вижу, а твою работу нет. Вот, отлично. Замечательно. Очень хорошо, да. Итак, Сара, смотри. Ты сильно давишь. It's ok. It's possible. Это возможно тоже. Но просто тебе это будет долго тонировать, да, будешь. То есть это тоже возможно. Но просто тонировка займет больше времени, да. Но it's ok. Ты можешь и такой тон делать. Окей. Просто это будет долго. И, Сар, не забывай. Ты внутри, когда затонировала, по краю обязательно тоже должно быть все коричневое. Хорошо? Итак, давайте посмотрим, Мия и Алиса, как идут дела. Мия и Алиса. Отлично, отлично. Вот здесь немножко щечки я потеряла, немножко щечки. И Мичка, Алиса, прости, старайся цветочки, цветочки, листочки, они могут быть любой формы, более хаотично размещать. Что значит хаотично? Не в ряд, да? В ряд обычно так не бывает в природе. А сюда листок, сюда, сюда. Представь, что суслик, суслик, они же, знаешь, такие копошатся. Копош, все, шух, раскидал все листья. Туда кинул ягоды, туда листочки. Они такие хаотично все это размещено. Поэтому в разных местах ему листочки размещать. Тут, 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 тут. Не в ряд заборчиком, а так вот, как будто бы он пришел и тут бардак навел такой. Для Мии то же самое. Окей, Мия? Именно много-много всяких ягодок, цветочков. Придумайте сами. Не обязательно брать, как у автора. Это же ваша иллюстрация и ваша фантазия. Придумайте чайничек. Может быть, тарелочка там будет. Может быть, какой-то цветок, да, может быть, листок чего-либо. И все это разбросано, хаотично разбросано. Если кто-то бэкграунд завершил, пожалуйста, дайте мне знать. Скажите, тетя Ира, а я все. Тогда я перейду к следующей части, окей? Если кто-то бэкграунд завершил, пожалуйста, дайте мне знать. Скажите, тетя Ира, а я все с бэкграундом. Так, смотрим. Очень хорошо, очень. Соня, ну видишь, да, как здорово? Очень хорошо. Соня, у тебя вот здесь вот есть некое пространство, так как у тебя чуть-чуть длиннее, да, лист, у тебя здесь шире. Это дверка, я так понимаю, да, а ее тоже коричневым затонирую, окей? Вот тут вот. Чтобы был фрейминг, помнишь, как мы говорили, чтобы был как бы контур. Никит, как ты все? Или у тебя есть еще что затонировать? Анечка, Никит, Никит еще тонируешь, да? Итак, рука может устать. Это хороший признак. Это хороший признак. Это значит, что вы ее хорошо тренируете. То есть она может вот здесь в запястье немножко устать. И это хорошо. Это значит, вы потрудились на славу. Потому что тонировка бэкграунда занимает, ну, много сил, да, у вас. Прям много сил заберет. Итак, я с бэкграундом все. Но я подожду всех, да. То есть, видите, я затонировала бэкграунд. Контур у меня весь коричневый. Кроме вот этого угла, там у меня будет зеленый темный лист. И у нас есть тень. И четкая, отчетливая тень нашего хомяка. Кто на этом этапе все, обязательно дайте знать. Потому что следующий этап. Мы с вами добавим оранжевую столомку. Коричневый и оранжевый. У Никиты прекрасная тонировка. Отлично, очень хорошо. Да, Никита замечательно. Соня тоже видела хорошо. Давайте посмотрим, Аня, Лиза, как идут дела. Сара тоже. Отлично, Аня продвигается. Да, практически завершила. Замечательно. Как дела идут у Лизы? Как у Мии? Удалось листочки добавить? Все, все, листочки. Отлично, молодец. Очень хорошо. Да, прекрасно. Итак, Мия, ты можешь переходить к бэкграунд. Вот, молодец ли, да, Алиса. Мама помогает? Очень хорошо. Смотри, супер, да, очень хорошо. Итак, Алиса и Мия делают бэкграунд, как мы делаем сейчас. Я поэтому вот так делаю работу, вот таким образом, чтобы вам было видно. То есть мы делаем бэкграунд. Для этого мы берем коричневый, темно-коричневый, чуть посветлее коричневый и светло-оранжевый. То есть три оттенка. Меньше трех мы никогда не берем. То есть три оттенка. Ну, иногда, да. И начинаем с самого темного, с шэдоу. И везде обводим контур и тонируем равномерно. Особенно для Алисы, так как первый раз равномерно, это значит такая лег... Я сильно не давлю. Посмотрите, вот такой легкий тон. Не вот так вот каля-маля, да. Вот есть разница. Каляка-маляка и тонировка. Мы каляки-маляки не делаем. Мы делаем именно тонировочку такую. Итак, к токс-бэкграундам. Все, мы берем следующий по оттенку цвет, который чуть посветлее. Посветлее, чуть посветлее. И добавляем второй слой. Не так плотно, но добавляем второй слой. И ваша земля будет ярче. Еще раз, мы сильно не давим. Мы сильно не давим. То там, то тут я добавляю как бы немножко второй слой, придавая яркости, насыщенности работе, да. Это более светлый оттенок. И то тут, то там я добавляю вот этот немножко красноватый такой... Красноватый, коричневый. Я его добавляю быстро, посмотрите. Я не трачу много времени на вырисовывание. То есть, именно очень софт, да. У Алисы пропала камера. У Алисы камера пропала. О, все, вернулась. Если есть вопросы, то обязательно спрашивайте. Сара тоже камера пропала. Сарочка, не вижу тебя. У Сары, например, этот цвет уже сразу такой плотный. Я знаю, что Сара сразу начала с плотного цвета. И у Сары, например, тебе может быть второй слой не нужен. Остальным нужен второй. И цвет будет богаче. Посмотрите. И коричневый, и красноватый. Видите, два оттенка. Мы добавляем два оттенка. И коричневый, и красноватый. Таким образом, наш цвет богаче, да, богаче. Мы добавляем тональности. Добавляем тональности. И я знаю, что первый раз это может быть непривычно. Кто уже раньше занимался, знает, что мы делаем то. Никита, Сара, не вижу вас. У вас камера пропала. Никита, Сара. То тут, то там. Здесь можно немножко хаотично это делать. Для того, чтобы у нас где-то чисто коричневый, а где-то с красноватым оттенком был коричневый, да, чтобы цвет играл. Игра цвета была. Вот так я чуть-чуть накидала. На этом я остановилась. Посмотрите, земля уже интереснее смотрится, да. И коричневый, и красный у нас есть. Уже интересно смотрится земля. Не просто мы коричневым затонировали, а видно, что художник уже поиграл с цветом. Чуть-чуть, то есть мы не тонируем заново все. Мы то там, то там добавляем вот этот красноватый оттенок. Да, отлично, очень хорошо. Вот смотрите, да, прекрасно добавила. А Соня быстро, посмотрите, как Соня быстро добавила. Просто она туда-сюда накидала. Так как коричневая подложка была, то он уже хорошо равномерно распределился. Очень хорошо, Сонечка. Давайте у всех посмотрим, как, даже если вы не закончили, давайте посмотрим, как все идут. Up your works. Even if you didn't finish, it's okay. Очень хорошо, да. Аня очень нежный такой blended цвет. Да, Лизонька тоже хорошо. Вижу Мия отлично. Очень хорошо. Алис, ну смотрите, молодцы, молодцы. Хочу Никита Сара увидеть. Никита Сара. Значит, Мия и Лиза обязательно возьмите коричневую, более красного оттенка для того, чтобы добавить вот этот второй оттенок, да, более такой красноватому ближе, окей? Чтобы был интересный цвет. Сара, Никита, вас не вижу, потеряла. Потеряла Сару, Никиту. Итак, у меня остался оранжевый, самый светлый. И это финальный цвет. Мы в эту землю чуть-чуть, то там, то здесь, добавляем оранжевого. Еще в более-меньшее количество, да, еще меньше областей, где мы это делаем. Особенно много я добавляю там, где свет, посмотрите. Там, где свет, вокруг нашего красивого хомяка. Потому что он вышел из света. Он вышел снаружи, и там свет. Поэтому я добавляю вот этот желто-оранжевый цвет. И наша, чтобы засветилась наша дверь. Оп, смотрите, сразу видно, что он с солнышка пришел. Алиса, тоже тонируй. Бери, помогай маме, тонируй. Коричневый, светло-коричневый. И такой ярко-оранжевый. Ну и, конечно, свет то там, то здесь где-то проникает. Поэтому я то там, то здесь немножечко вот этого оранжевого цвета поверх земли тоже добавлю. Мне тоже хочется, чтобы солнышко то туда, то сюда проникало. Поэтому я то там, то здесь чуть-чуть этого света добавлю. Итак, вот я надобавляла цвета, да. Посмотрите сразу, как многообразно работа стала. Потому что мы использовали три оттенка, да. Посмотрите. Земля стала сразу богатой. Да, да, очень хорошо, Анечка. Когда сделаешь его черненьким, вообще будет прям... Его вот когда раскрасишь, сразу будет свет видно. Сонечка, тебе нужно более желтый взять, оранжевый. Прямо сейчас возьми чисто желтый, прям чисто желтый. Чисто самый яркий желтый, который есть. У меня вот такой, да, желтый. И поверх чуть-чуть затонирую, чтобы засветилось, да. Чтобы вот этой двери, вот я сейчас желтым еще поверх добавляю желтый, чтобы появилось свечение такое яркое, желтое. Было ощущение, что он из света вышел. Да, вот уже лучше, да. Супер, отлично. Отлично. Давайте посмотрим у остальных. Давайте посмотрим Лиза, Аня, Мия. Как дела идут? Супер, замечательно. Давай. О, отлично. Да, да, да. Обязательно, Анют, не забудь сначала обвести контур черный, да. Контур. И потом внутри раскрашивать. Все правильно делаешь. Обязательно контур обведи, чтобы была четкая тень. Очень четкая тень. Если будет контур, то тень будет максимально выгодно смотреться из-за того, что контур мы видим. Вот я обвела черным тень. И так как контур четкий, она хорошо смотрится. Лизонька, отлично. Лиза тоже тень контур должна иметь обязательно. Черным посильнее хомяка обведи контур, чтобы его лучше было видно. Смотрите, какие молодцы. Прям хорошо получается. Смотрим. Вот, замечательно. Соня очень хорошо. О, отлично. Видишь, да, как хорошо видно? Прям светится. У Ани прям светится норка, в которую он зашел. Замечательно. Никита, Сара, я вас потеряла. Никита, Сара потеряла. Давайте посмотрим Мия Алиса. Обязательно нужно поднять работу. Хочу посмотреть, как у вас бэкграунд. Да, отлично, Мия. Тоже, Мия, очень темно. Видишь, очень сильно давишь. Поэтому это то, это красиво. Просто тяжело затонировать в такой плотной затонировке все. Да, очень хорошо. Да, очень хорошо. Алисонька, молодец. Для первого раза прям супер. Коричневый, вот, у меня он немножко на камере выглядит серый. Если у вас есть красноватого оттенка, коричневый такой, то добавьте как вторым слоем, для того, чтобы было многообразие цвета. Итак, а мы переходим, а мы переходим к соломе. Солом у нас какого цвета? Какого? Да. Желтый. Желтый. Вот я все оттенки желтого беру. Темный желтый, посветлее желтый, такой потемнее желтый. Вот у меня три желтых, да, три желтых. Три желтых. И мы делаем солому из центра наружу. Из центра наружу. Посмотрите, из центра наружу. Именно полосочками. Полосочками из центра наружу. Как будто солнышко светит. Да, у него очень хорошо. Из центра наружу. Соломку мы делаем из центра. Обязательно обводим контур. Контур ножек обводим. Обязательно контур ножек нужно обвести. Контур одеялка, да. Обязательно нужно обвести контур ножек, контур одеялка. Вот так вот. И потом как солнышко. Как солнышко. Лучики у солнышка рисуем. Но близко, то что близко к одеялу и к подушке, мы все-таки тонируем плотно, да, как контур. Тонируем плотно как контур. Сейчас я приближу, чтобы вам было лучше видно. Мы тонируем плотно, как контур. Сарочка, если ты меня слышишь, обязательно включи камеру. А то я же не знаю, ты здесь или не здесь. Я взяла самый темный желтый, который у меня был. Он немножко с таким красненьким цветом. Ну, не красненьким, а немножко оранжевый оттенок. Привет, Сарочка, да. И я делаю контур вокруг хвостика, вокруг ножек. Так, смотрю. Отлично, да, да, очень хорошо. Если есть более теплый, Соня, более теплый желтый, более теплый, он у тебя такой холодный, немножко лимонный, с таким зеленоватым оттенком, еще добавь этот более теплый цвет. Итак, я сено добавила как солнышко. Как солнышко, посмотрите, добавила сюда. Теперь я беру желтый другого оттенка и еще раз накидываю, пока весь белый фон не закрою. Вот так накидываю сено, 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 солома, сено, сено, солома. Вот таким вот образом. Сено, сено, солома, сено, сено, солома. Сено, сено, солома. Сено, сено, солома. И у меня совсем есть ярко-желтый. Сено, сено, солома. Сено, вот так вот. Да-да, какой вопрос? Может, мне отвалясь? Да, конечно, и приходи. Сено-сено-солома. Сено-сено-солома. И ярко-желтым я прям остальное тонирую, все остальное, чтобы наша солома была яркая. Всю солому я дораскрашиваю вот этим ярким желтым цветом. Видите, вначале он желтый, а у основания под кроватью он такой темно-желтый, более яркий желтый. Видите разницу? Чувствуете? Смотрите, ближе к суслику, там тень, поэтому он такой потемнее. А дальше от суслика ярко-ярко-желтый. Я даже сильно очень давлю, тут вот прям сильно давлю. Чтобы желтый был очень-очень яркий, чтобы солома была такая, ух, красивая и яркая. Так, смотрим. Отлично, да-да-да, замечательно. Анечка, молодец, очень хорошо, Анют. Так, красивая солома у Сони. Итак, Анечка, Соня, я вам сейчас кое-что покажу, так как вы и в принципе все, кто... Ой, какая светящаяся солома у Алисы получилась. Отлично, вау, ну молодцы, смотрите. Итак, я сейчас беру коричневый, тот, который немножко красноватый, коричневый, да. И туда внутрь, внутрь немножко добавляю темные соломинки из земли. Посмотрите, там где земля у нас. Немножко внутрь я добавляю темные соломинки. Немножко, немножко, несколько темных, какие-то соломки в тени, ведь, да. И я несколько соломинок добавляю как бы теневых. Это у меня красно-коричневый, номер 079. Несколько таких красноватых, теневых, да, соломинки, которые в тени у нас. Видите сразу, как контрастно и красиво получилось? Соломинки, которые в тени у нас. Я их добавляю внутрь соломы, для того, чтобы солома казалась еще более натуральной. Внутрь соломы тоненько-тоненько, вот эти красные-коричневые полосочки, чтобы соломка казалась еще более натуральной. Немножко тень под подушечку. Да, вот так, видишь, Ань, сразу объемник. Вот так, отлично, да. А, Сонечка, если есть возможность, прям вот контур, смотри, затонируй вокруг контур соломы. Именно по земле, по земле. То есть земля вокруг соломки, она темнее, да. Вот темнее, видишь, вот тут я затонировала. Как бы обозначая тень. Обозначая тень вокруг соломы. Яркую тень вокруг солом, да. Яркую тень. Смотрите, видите, я добавила тень, сразу соломка выделилась. Вот у меня здесь тени нет. Вокруг соломки я добавляю, прям так, тонирую тень, чтобы у меня соломка сразу выделилась. Соломка-то светлая, желтая, а тень будет темная. Раз, видите, вокруг я сделала тень под соломкой, потемнее, нажала посильнее, и соломка сразу выделилась. Вот, 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 тень, вот, отлично, Анют. Пошла тень, сразу соломка выделилась. Замечательно. Давайте посмотрим, как дела идут у Сары, Лизы и Никиты. Я давно не видела. Да, замечательно, да. Сара, у тебя очень красиво. У тебя плотный цвет, свет хороший, плотная земля. Просто тебе нужно будет тогда дольше времени, чтобы это все затонировать, окей? Так, отлично. Алиса, хорошо, молодцы. Ну, смотрите, вы прям молодцы с первого раза. Так, отлично вы. Очень хорошо. Итак, у нас осталось 10 минут, это не так много. Мы это закончим на следующем уроке. Но сейчас я вас попрошу, у кого акварельный карандаш? Только у кого акварельный карандаш, да? Немножко побалуемся, давайте. Немножко побалуемся, да? Немножечко побалуемся. Я беру тоненькую кисточку, смотрите. Остренькую в конце, да? Остренькую в конце. Это только у кого акварельный карандаш? Алиса, если у вас простой карандаш, это не надо так делать. да только для акварельного карандаша для простого так делать не нужно я беру кисточку мочу ее и посмотрите землю очень много воды не нужны землю немножечко как бы размываю при этом обратите внимание что предметы которые у нас есть я стараюсь к ним близко не приближаться к предметам я стараюсь близко не приближаться к предметам это значит к листикам то есть контур листика я не приближаюсь я как бы чуть-чуть размываю давая интересный оттенок всему этому посмотрите близко к предметам не подходите много воды тоже не добавляйте да то есть чуть-чуть обязательно промывайте кисточку чтобы один цвет не вмешивался в другой у меня для этого есть тряпочка да сонечка какой вопрос если слишком много воды у так раз тряпочкой смогли ничего страшного и чуть-чуть прям самым кончиком посмотрите самым кончиком прям кончиком кончиком кисточки посмотрите видите цвет сразу становится ярким да он такой яркий плотный становится яркий яркий цвет чуть-чуть то есть мы не делаем это как мы тонировали одинаково чуть-чуть буквально размываем тут тут то там землю тогда земле окажется еще такой более интересной структуру структура земли да она будет такая размытая и более интересно смотреться чем просто карандаш еще раз это только у кого акварельные карандаши если у вас простые карандаши так не делайте пожалуйста потому что работа вздуется иначе да сарочка а где никита никита а я вижу что отключился да спасибо что сказала анют где братик куда братик оделся у него каплю то сел или что-то куда пропал итак только этот анют попроси его подойти мы будем фотографию же делать окей потом когда будем делать обязательно позовем и так я тихонечко размываю землю посмотрите только землю только землю и контур фрейминг обязательно до фрейминг посмотрите земля какая яркая стала вы видите да какая стала яркая земля супер яркая мы сейчас посмотрим как у остальных также я чуть-чуть размываю помыла кисточку желтый желтый вот этот свет посмотрите как он светится сразу пошло свечение карандаша не видно и он просто ну настолько яркий настолько яркий главное смотрите не трогайте хомяка если хомяка потрогаете у вас ваше свечение будет черным окей хомяка не трогайте хомячка потому что хомяк черный а background желтый да фон желтый смотрите какой яркий желтый посмотрите как светится да аж прям светится желтый потому что я чуть-чуть водичкой размыла и хомячка черный я теперь готова к хомяку в последнюю очередь я его размываю вы можете видеть насколько он тоже становится яркий насколько яркий становится хомяк смотрите чтобы не потекло ничего и много воды я не использую то есть много воды сильно не используйте алисенька у тебя обычные карандашики или акварельные так алисе обязательно нужно чтобы мамочка показала как включать микрофончик чтобы мы разговаривали итак посмотрите я завершаю хомяка и на этом мы остановимся я сейчас хомяка завершаю не торопитесь помните качество важнее скорости вы видите какой к хомяк стал черный да потому что это акварельный карандаш ой супер да отлично очень очень хорошо очень очень хорошо сонечка очень хорошо сонь размыва прекрасно замечательно очень красивая иллюстрация хоть в книжку хоть в книжку итак я сейчас раскрасила хомяка вы просто водичка вы можете видеть какой он черный стал да то есть когда мы размываем акварель она становится очень очень темный акварельный карандаш становится супер темным даку жух ой как красиво лиза посмотрите как красиво у лизы да очень красиво очень хорошо лизонька оставляет очень красиво давайте посмотрим у они и сары у они и сары и мы пока на этом остановимся нам чуть-чуть осталось ой тоже красиво видишь да саренька чуть-чуть размыли и это выглядит как акварель уже не скажешь что это просто карандаш да очень красивый мне нравится что у хомяка сверху потемнее голова потом посветлее прям очень хороший переход получился оставляя не трогай очень красиво и так мы остановимся на этом я хочу посмотреть у сары и у алисы о простите у алисы и уме у алисы и уме о миа ну ты у нас спринтер молодец молодец ты пока еще не размывала до мечка you didn't use the water ok you should to use a little bit water after the lesson to make sure that we can continue to the next lesson ok but very very good it's good job i will stop my video and for the next lesson we finish this work you